Всем привет! Вы на канале планета Земля и сегодня мы поговорим об осьминогах. Осьминог один из самых необычных созданий обитающих под водой. Также его называют спрутом и головоногим. Его легко узнать благодаря мешкообразному туловищу и длинным щупальцем с присосками. Существо встречается в океанах и морях, способно маскироваться от посторонних глаз и обладает массой интересных особенностей, о которых мы и поговорим. Поехали! Осьминоги являются самым многочисленным видом головоногих. Их разделяют на два подвида, отличающихся образом жизни — кочующие и придонные. Первые живут на одной территории, вторые регулярно перемещаются под водой. В поисках более благоприятных условий они являются исключительно подводными существами и не могут жить на суше. Их верхняя оболочка нуждается в постоянном увлажнении и быстро пересыхает на воздухе. У осьминогов нет шеи и туловища, поэтому щупальца растут сразу из овальной головы. Рот расположен в самом центре нижней части, в месте схождения всех конечностей. Отверстие для выброса отходов, ну вы поняли, находятся сзади головы. Между щупальцами есть перепонка, а также они имеют от одного до трех рядов присосок. Последние нужны для того, чтобы удержать добычу и не дать ей уплыть. Спрут в прямом смысле присасывает к себе пищу и постепенно передвигает ее к рту. Так вот, осьминоги имеют в общей сумме до 2000 присосок на щупальцах, которые могут удержать объект весом до 200 кг. Поскольку их тело не содержит костей, осьминоги способны принимать любую форму. Им по силам полностью распластаться по дну, словно листок бумаги, или же свернуться в шар идеальной формы. Щупальца осьминога покрыты присосками. У осьминога имеется немало особенностей, которые позволяют ему приспособиться к окружающим условиям. Поскольку в воде невозможно создать вакуум, присоски головоногого не могут работать так же, как и аналоги из резины, созданные человеком. Из-за этого созданию приходится управлять ими, напрягая мышцы на щупальцах. Подобное усилие делает человек, когда пытается втягивать ртом воздух или жидкость. У осьминога три сердца, причем одно служит для работы кровеносной системы, а остальные два нужны для нормального функционирования дыхательной системы. Кровь у существ голубая. Некоторые виды способны испускать яд, причем среди осьминогов есть и такие особи, как синекольчатые осьминоги, которые считаются самыми ядовитыми созданиями на земле. Осьминоги бывают самых разных размеров. Некоторые особи могут вырастать всего до пары сантиметров, а другие способны похвастаться габаритами в несколько метров. В этом плане особенно известны осьминоги дофлейна. Одна особь выросла до 9,5 метров и весила 270 килограмм. В основном осьминоги часто селятся в расщельных скал, причем стараются отыскать участки с теплыми водами. Поскольку в холодных у них усиливается сонливость, в качестве логова осьминог предпочитает темные места, где легко спрятаться от нежелательных глаз. Таким может оказаться темное дно на большой глубине, щель в скале или отверстие в затонувшем судне. Чем проще стать незаметным в этом окружении, тем лучше. Иногда осьминоги могут в качестве временного логова использовать пустую раковину, прикидываясь ракообразным. Чаще всего головоногие не опускаются на глубину больше 150 метров, но иногда люди обнаруживали их, отправляя специальное оборудование для съемки на несколько километров вниз. Эти существа являются хищниками и способны переварить любое создание, встречаемое в морских глубинах. Они питаются рыбой, моллюсками, ракообразными и даже себе подобными. У осьминогов неразвиты чувства лояльности и симпатии к своим собратьям, поэтому в голодное время они без проблем могут съесть более мелкого собрата. Принцип охоты хищника довольно прост, он залегает на дно, сливается с окружением и ждет, когда мимо проплывет добыча. Затем он резко бросается на нее и впивается щупальцами. Полностью обвив пищу конечностями, осьминог запихивает ее в рот. В глотке нет зубов, зато она твердая и ребристая, что помогает перемалывать куски в кашу. Иногда хищник неправильно оценивает обстановку и набрасывается на слишком крупную рыбу. Последняя может дать отпор и сама съесть обидчика или же лишить его пару щупалец, так сказать отрабатываем карму. Но головоногие практически не испытывают боли, хотя кто его знает, но зато конечности быстро регенерируются. Поскольку они ведут хищный и агрессивный образ жизни, у осьминогов немало врагов. Они иногда попадают в пасть крупным акулам, тюленям, морским львам, косаткам и другим крупным рыбам. Да и на стол к человеку они попадают постоянно. В океане осьминог постоянно в бегах. Это вкусный, богатый белком зверь, который все пытаются съесть. Но у осьминога, в отличие от жителей океанов, припрятана книжка о тысяче способов выживания. Его первый инструмент выживания – потрясающая способность к маскировке. Всего за 0,3 секунды осьминог может полностью изменить свой рисунок и цвет. Обычно способность к изменению цвета связывают с хамелеоном. Но тот делает это медленно и его репертуар ограничен. Настоящий мастер по смене окраски – осьминог. Секрет, благодаря которому осьминог так быстро меняет цвет, находится под поверхностью кожи. В состоянии покоя цвет кожи осьминога нейтральный. Но под кожей у него есть крошечные мешочки, наполненные различными цветовыми пигментами. Это хроматофоры. Хроматофоры окружены мышцами. И когда они сокращаются, мешочек открывается. Так появляется новый цвет. Затем мышцы расслабляются, мешочек закрывается. И цвет исчезает. Но как они делают это так быстро? За 0,3 секунды? Замаскироваться по тысячу растений и животных? Осьминоги поняли. Достаточно запомнить несколько базовых расцветок, чтобы сливаться с окружающей средой. Неприметное – это чтобы слиться с камнем. Пестрое – залечь на песчаное дно. Смешанное, чтобы оставаться невидимым среди рифов. Благодаря этому осьминогу не нужно постоянно сверяться с мельчайшими деталями окружающей среды. Достаточно выбрать один из трех вариантов и нанести последние штрихи. Осьминогу надо лишь осмотреться. Окружение напоминает расцветку 2, значит расцветка 2. Это как умение менять наряд, чтобы он подошел на любой случай. Но осьминог может менять не только расцветку, но и текстуру. Биологическая структура под кожей позволяет осьминогу создавать объемные формы. Мышечные кольца на коже осьминога сокращаются и принимают форму различных бугорков. Внутри бугорков другая группа мышц придает им определенную форму. Ни одно животное на планете, кроме осьминога, не может менять форму кожи. Предки осьминога жили в океане 500 миллионов лет назад. Раньше у них была броня. Но где-то по пути к современности осьминоги обменяли ее на более продвинутую технику выживания. Есть осьминоги, которые выделяются даже среди осьминогов. Это мимический осьминог. Они могут принимать совсем различные формы. Форму рыбы или щупальца могут принять форму змеи. И в каждом случае осьминог повторяет не только внешность, но и стиль и скорость плавания оригинала. У осьминога есть 8 отростков, которые следует называть руками, а не щупальцами. Присоски расположены по всей длине рук. Будь они щупальцами, присоски бы находились только на кончиках. Гигантский осьминог отгоняет от себя хищников при помощи 6-метровых рук. А это как двухэтажное здание по высоте. И на них находятся сотни независимых контролируемых мышечных присосок. Каждая присоска гигантского осьминога может поднять до 15 килограмм. Теоретически, каждая рука может поднять вес до 4,5 тонн. Сколько весит грузовик. Но присоски не просто хватают и удерживают этот сложный орган. Каждая присоска покрыта рецепторами, через которые осьминог ощущает мир и пищу. То есть он буквально видит всем телом. Присоски напоминают язычки. И на всего осьминога приходится 1600 штук. Но как осьминог обрабатывает такой объем информации? Ответ прост. Каждой руке осьминога в три раза больше нейронов, чем в мозге. Если отрезать руку и дотронуться до нее кусочком пищи, даже спустя час рука попробует ее направить туда, где находился рот. Хотя головы там уже нет. Но не стоит переживать. Если осьминог потеряет руку, новая начнет отрастать через три дня. Фантастика! Осьминоги могут различать цвета своей кожи. Они словно видят всем телом сразу. Вообще каждый день осьминоги преподают науке новый урок. Но их самая известная способность выживания — способность исчезать в чернильном облаке. В состав чернил осьминога входит вещество тирозиназа. Оно запутывает осязание и обоняние хищников. Они выделяют чернила в форме так называемой псевдоморфозы. Благодаря этому чернила осьминога могут принимать форму, например, другого осьминога. Эффект прост. Некий черный призрак, плавает в океане и путает голодную рыбу. Но чтобы проявить все перечисленные способности, у осьминога должен быть очень развитый мозг. Многие даже верят, что осьминоги — медиумы. А давайте-ка вспомним осьминога Пауля, который мог предсказывать будущее. По крайней мере, будущее немецкой сборной по футболу. Звучит нелепо, но в 2010 году предугадал исход всех семи матчей, если бы хозяева Пауля поставили всего по тысяче долларов, на каждый исход игры Пауль бы заработал 300 тысяч. А еще они видят свет кожей. Но ко всем суперспособностям есть и минусы. Причем не маленькие. Осьминог не является долгожителем. Они довольно быстро растут, и их организм стремительно изнашивается. Из-за этого средняя продолжительность осьминогов составляет всего 3 года. И есть одна поведенческая особенность, которая не давала покоя ученым очень долго. Дело в том, что самки осьминогов могут воспроизводить потомство лишь один раз за всю жизнь. Когда самка откладывает яйца, она проводит все время в гнезде, в норе или в пещере, ухаживая за потомством. Но при этом она постепенно перестает питаться, а к моменту появления детенышей умирает. Также ученые не могут точно сказать, когда появились первые осьминоги, поскольку у них в туловище не содержится костей, а присутствуют только мягкие ткани. Со временем их тело полностью разлагается, не оставляя следов. Однако на территории Ливана ученые обнаружили останки головоногого, которые сохранились внутри окаменелых породах почвы. Исследования показали, что им 95 млн лет. И что самое удивительное, по размерам и строению останки полностью совпадают с ныне живущими осьминогами. Это говорит о том, что за столь огромный временной период создания никак не изменились и все так же продолжают пускать муть, хватать присосками, мимикрировать и предугадывать будущее. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля. С вами был Игорь Негода.